Вот вспомнили про Крым, кстати, украинская разведка обратилась к крымчанам передавать данные об оккупантах, военной технике, коллаборантах, которые там передвигаются, находятся, где стоят. То есть, как это осуществить и будут ли действительно крымчане, которые, ну вот, 8 лет они были, по сути, под аннексией, да, то есть, или там действительно просыпаются проукраинские настроения, люди понимают, что Крым это все-таки Украина и Крым вернется в Украину? Отличный вопрос. Смотрите, ну, во-первых, давайте не забывать, что мы украинцы. Это очень классные люди, которые даже в самых тяжелых условиях найдут возможность сообщить информацию, которая поможет деоккупировать территорию. И главное, взять плату с людей, которые 8 лет издевались над, собственно, проукраинскими гражданами Крыма. Крым это Украина. То есть, нету никаких уже ни у кого сомнений, что Крым это абсолютно юридический и де-факто скоро будет Украина. Это очень важно. Это очень важно доработать именно сейчас при такой интенсивности войны. И, соответственно, есть консенсус, глобальный консенсус, ну, я имею в виду цивилизованных стран, что да, если, допустим, до 24 февраля вот этого консенсуса не было, многие страны говорили, ну да, извините, конечно, юридический Крым ваш, но де-факто Россия. И давайте как-то осторожно с этим, ну, смиримся, да, то сейчас есть консенсус в другую сторону. Они говорят однозначно, конечно же, Крым ваш, юридический, вы можете фактически делать те же мероприятия по деоккупации, которые вы будете делать на любой другой территории оккупированной российской армии. И, соответственно, это все транслируется в общественное мнение, опять же, и в Крыму тоже. И там люди понимают, что все, идет одностороннее движение. Оно будет идти до увеличения только актов протеста. Это и диверсионная работа основательная, и партизанская работа основательная. И, скажем так, крымские татары основательно проявляют свое протестное настроение. Это, кстати, тот народ, который действительно, просто я даже не могу поверить, что в 21 веке Россия настолько цинично унижала один народ, там арестовывали, пропадали люди, их пытали и так далее. И, конечно, сейчас все это нарастает, и, безусловно, мы и раньше получали уже сообщения от наших людей, там целая сеть сформирована, скажем так, которые говорили, где находятся те или иные склады, где находятся те или иные преимущественные пути, локализованные пути движения техники и так далее, где находятся основные станции передержания людей, которые там выводятся на какое-то время для того, чтобы провести доукомплектацию и так далее. Мы всю эту карту получаем, просто наш гур, который очень точно понимает, что сегодня уже не надо играть там с закрытой маской, ну, кроме специальных операций, которые не надо, о которых говорить, да, что нужно людям показать, что мы будем всю эту информацию активно обрабатывать и активно по ней работать. За последние три недели произошло порядка 12 крупных эксцессов, уже в Крыму крупных, я не беру мелкие, я беру крупные, такие как Джанкой, как Новофедоровка, да, то есть, условно говоря, и целый ряд других эксцессов, которые позволяют сказать, что в Крыму начинается масштабная операция, единая целая операция по деоккупации с разрушением, опять же, всей тыловой логистической инфраструктуры снабжения российской армии. То есть, по сути, жители Крыма могут обращаться и осведомлять Украину через ДИЮ или через определенный номер телефона в сигнале в WhatsApp, да? Они могут делать как угодно для того, чтобы еще гарантировать собственную безопасность. Мы все-таки свои люди очень любим, да, они у нас герои, и мы просто их просим максимально подумать о личной безопасности. То есть, безусловно, информация крайне важна, но также крайне важно, чтобы они научились делать это без геолокации, без сообщения о себе, о своих данных персональных и так далее. То есть, я думаю, что наши люди как раз-таки на 99,9% умеют, понимают и все отлично сделают. Почему, собственно, нам, понимаете, мы выглядим в этой войне, да, ресурсно мы с этого начинали. По снабжению, по деньгам, которые в течение длительного времени вкладывались в армию. Объективно, ни мы, ни любая другая страна в Евросоюзе таких объемов финансов в армию не вкладывала. Но это объективно и не нужно, да? Ну, потому что вы же не строите экспансионистскую армию, которая будет заходить на чужую территорию, как Россия. Так вот, смотрите, у нас, мы по-другому структурированы, да, мы, наше общество по-другому структурированы. У нас люди свободные и у нас люди продвинутые в технологическом плане гораздо дальше, чем россияне. Там, у россиян какая-то часть людей, наверное, разбирается в гаджетах, но, в принципе, основная масса, 90% вот этой армии, которую мы видим на территории Украины, это абсолютно бездарные люди, которые живут в каком-то там 17-18 веке по уровню своего понимания техники современной и так далее. Наши очень продвинутые, поэтому я не сомневаюсь, что они, во-первых, очень точно понимают, что где находятся у россиян. Второе, они очень точно понимают, как использовать средства современной коммуникации, чтобы доставить нам эту информацию. Третье, они абсолютно точно заинтересованы в сохранении своей анонимности. И, наконец, четвертое, они действительно искренне уже поверили, это классно, морально поверили в то, что докупация будет идти жестко до того момента, пока Крым не станет частью обратно, станет де-факто частью Украины.